Ребят, правда у блогеров все так красиво. В моем случае есть обратная сторона медали путешествий. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы приземлились в аэропорту города Тиват и как только мы выехали из него, я просто влюбилась в эту страну с первого взгляда. Мы добирались до нашей гостиницы частично машиной и частично нас вез паром, чтобы как можно больше ускорить этот процесс. Вот такие виды мне, честно говоря, Черногория очень сильно напомнила сдалека, если наблюдать Италию и что-то от Греции и Турции. Ребята, сейчас сделаю для вас такой обзор нашего номера. Закрою окно. Расскажу немножко об отеле, потому что мы просто в восторге от этого отеля за его стоимость, за его расположение. Короче, за все есть только один минус, о нем расскажу в конце. Значит, вот наша дверь. Здесь мы заходим и, собственно, то, что мы видим. Мы уже здесь хорошенько так обжились, все расположились и буду по очереди показывать. Когда ты заходишь, здесь такой открытый шкаф с дверью, которая двигается. То есть можно закрыть здесь. У нас обычно вот так она стоит. Здесь висит мое нарядное платье, которое я еще ни разу не надевала от бажины. Ну, о вещах отдельное видео будет. Ну, и, собственно, такой небольшой коридорчик. Обратите внимание на плиточку. Мне безумно нравится эта плитка, она так стильно выглядит. Вот дверь в ванную. Для некоторых девушек это будет проблемой, потому что, во-первых, она не закрывается, а во-вторых, она реально полупрозрачная, и она прям вот так вот ходит. Но если вы не стесняетесь, то проблемы не будет. Это ванная. Вот таким образом она выглядит. Очень стильная, очень комфортная, с большим зеркалом, которое подсвечивается. Несколько оттенков света в нем есть. Очень удобно в него краситься. Оно большое. Раковина. Вот, собственно, моя косметика. Что я с собой взяла сюда? Ее совершенно немного. Это уходовая косметика. Тут есть еще пару каких-то баночек. Декоративка, которой я практически не пользуюсь. В основном немного бронзера наношу. Какой-то полупрозрачный блеск. Брови зачесываю вверх. И, собственно, все. Что я купила в Дьюти Фри? В Дьюти Фри я взяла мне и моему парню два дезодоранта Клоранс. Мне очень нравится их качество. Потом вот такой вот бальзам-молочко после душа, после загара. Оно легкое, хорошо увлажняет. И вот такой вот Ричуал Скраб. Потому что, когда скрабируешь кожу на курорте, загар ложится ровнее, дольше держится. И он такой золотистый, красивый. А еще, кстати, я взяла масочку себе. Обязательно на море я использую масло Гизу. Мне очень оно нравится. Хорошо увлажняет волосы. Хотя, учитывая, какое адское солнце, то волосы все равно сохнут. Я только что пришла с моря, поэтому не обращайте внимания на отсутствие моей укладки. Обязательно во все путешествия с собой я беру свою Форео Луну. Я обожаю этот гаджет использовать в качестве массажа вечером. Он очень хорошо и подтягивает кожу лица, убирает отечность и, конечно, умывание. Видите, какие мельчайшие такие пупырышки. Они очень мягенькие и отлично очищают мою кожу. Пользуюсь тоже и с утра, иногда вечером, если тяжелый макияж наношу. Но всегда путешествую с Фороо. Просто обожаю этот бренд. Мужская часть косметики. Большой прозрачный душ. Очень красивый. Я вот прям получаю эстетическое удовольствие, когда нахожусь в этом душе. Также здесь есть дверка. Так, все закрывается. У них, кстати, местная косметика какая-то в отеле. Вот так выглядит бренд. Запах такого какого-то апельсинчика классный. Ну, собственно, все. А, кстати, хотела сказать небольшое, но когда мы пришли в отель, здесь не было халатов и тапочек. Меня это очень сильно удивило, потому что отель пятизвездочный и по стандартам обязательно должны быть. На рецепции мне сказали, что сейчас из-за ковид нельзя. Я говорю, ну как нельзя? Тапочки одноразовые. Полотенце же вы повесили. Как халат можно не дать в номер? И мне отдельно принесли. Поэтому нужно просто просить, быть дружелюбными и все будет супер. Здесь очень скользкий пол. Обязательно нужно стелить полотенца. Так, идем дальше. Вот, собственно, наш номер. Здесь у меня такая небольшая стейшн с моими сумочками. Я взяла с собой три сумки. Прада, Гуччи и пляжную сумку. Здесь наши очки. Но это, кажется, не все. Мы, кстати, с моим парнем подарили друг другу очки. Я ему подарила очки от Dior. Это лимитированная модель. Это самая такая топовая модная модель у Dior. И для мужчин она вообще идеально. Короче, мужчинам идеально подходят. Я на себя мерила. Мне не очень. Я обожаю мелкие очки золотой фурнитурой. Очень красивая. Вторая часть шкафа. Там у нас шляпы, кепки. Вот так отодвигается. Здесь висят вещи. Сейф. Везде классная такая подсветочка, которая создает уют. Небольшие такие зеркальные вставки. Здесь, кстати, просвечивается, но красиво. Я когда принимаю душ, мне мой парень скинул фотку. Вот такие, типа, силуэты только видно. Вот. Вот здесь еще я тоже, когда собираюсь, смотрю на себя, прихорашиваюсь. Там какие-то, короче, штучки. Некоторые футболки, штанишки спортивные. Здесь есть мини-бар, но он был не заполнен. Так он выглядит. Вот номер. Удобная, мягкая кровать. Классная. Мне все нравится. Здесь холодильник, телевизор. Моя пляжная сумка. Мне очень нравится эта пляжная сумка. Это моя подруга, кстати, их делает. И я уже несколько лет с ней хожу. И на пляж. И просто в городе она обалденная. Дальше телефон. Кстати, меня смущают вот эти вот голубые шторы. Ну, это такое. Здесь, как бы, вот комната с другой стороны, чтобы вы могли посмотреть. Здесь есть зеркало. Мы брали номер, который называется Mountain View. Но, конечно, здесь такой у нас себе вид. Но когда мы зашли в номер, нам он так понравился. Нам предложили доплатить за Sea View. Ну, мы думаем, блин, типа, смысл. Мы же не сидим на балконе. Мы просыпаемся и уходим. Все, у нас в номере нет. Вот такой у нас номер. Наверное, если вы часто сидите и никуда не уезжаете из гостиницы, то, конечно, берите Sea View. Вот. Большая дверь. Сейчас открою. Ой, нет, наоборот. Вот так. Большая дверь. И, собственно, вот наш вид. Прошел дождик. Сразу влажность такая поднялась. И вот наш отель. Что хотела сказать насчет отеля. Отель называется у нас Иберостар Кумбор. Мы находимся в таком небольшом поселочке. Вообще, в Черногории очень много Иберостаров. Мы были в Иберостар Герцог Нови. Он старый. Ну, как бы нормальный отель. Но наш в миллион раз лучше. Поэтому, если будете ехать в Черногорию, прям highly recommend. Иберостар Кумбор. Пять звезд. Мы брали завтрак, ужин для того, чтобы максимально обедать, куда-то ходить. Новые места открывать для себя. Какой минус отеля? Минус отеля в том, что здесь не очень вкусная еда. Ну, нормальные овощи, фрукты, свежие, сезонные. Это супер. Ну, например, вот рыбу вчера мы красную ели. Супер, казалось бы, да, красная рыба. Но они не умеют готовить. Вот все, что они готовят, термически обрабатывают. Вот все, оно какое-то либо пережаренное, либо несоленое, либо пересоленное. В кафешках, если найти хорошее кафе, то прям супер. Что еще? У нас в номере лежала такая бумажечка, что, мол, в номер ничего нельзя из продуктов приносить. Потому что это считается как за счет того, что сейчас пандемия. Типа не приносите в номер никакую еду. Это загон, я считаю, отеля. И я читала отзывы перед вылетом. Я увидела, что у некоторых проверяли сумки на входе. Это ужасно звучит на самом деле. Ты, блин, имеешь полное право приносить в номер все, что ты хочешь. Короче, у нас никто сумки не проверяет. Но мы, собственно, не приносим. Мы там какую-то печеньку, водичку покупаем себе и все. Отель могу советовать, нам все нравится. Классно, близко море, первая линия. Сразу же не нужно, потому что в Герцегнове там такой, блин, спуск. Ты пока поднимешься, вспотеешь миллион раз. Офигенный климат. Ну, короче, здесь классно, приезжайте сюда. Мне прям очень понравилось, это не реклама. Разница в завтрак, ужин и all-inclusive. Здесь есть система all-inclusive. Почти тысяча долларов. Пообедать здесь можно вот так. Если прям лухари, ты будешь заказывать, если будешь заказывать октопус, креветки, в общем, все морепродукты, то это типа 50 евро. Это ты круто позавтракаешь, пообедаешь. И с алкоголем, и со всеми делами. Поэтому спокойно берите завтрак, ужин. Рядом куча кафешек, никуда ездить не нужно. Мы просто кайфуем реально от этого отдыха. На следующий день мы поехали в соседний большой город, который называется Герцог Нови. Он просто невероятной красоты. Я, честно говоря, такого не ожидала. И вдохновлялась просто каждой улочкой в этом городе. Мы приехали сюда на автобусе. Мне кажется, это очень классно. В таких городах, еще в странах, когда приезжаешь за границу, использовать общественный транспорт. Тогда ты прям супер тесно и близко можешь познакомиться со страной, с городом, с людьми. Мы познакомились с ребятами. Они из России, да? Да, они из Москвы, и у них здесь дача. Какой красивый вид. Such a beautiful view here. Если умыться, будет здесь очень жарко. Ненадолго нас мочло на прогулку по такой жаре. Сели в кафешке пообедать. Короче, подача здесь очень смешная. У меня салат с октопосом, с этим осьминогом. Тут типа греческий салат и паста с морепродуктами. Туристическое место, поэтому, соответственно, как бы и еда такая же. Сегодня весь день провожу на пряжу, потому что нас обещают три дня плохой погоды. А я очень люблю загорать, и поэтому мне просто необходимо быть на солнце. Здесь такой красивый грязь, и я нахожусь среди гор. Слата. Лицо стараюсь на солнце не выпускать, но тело все для этого должно у меня забирать. Смотрите, какая красивая здесь вода. Она прям бирюзовая. Очень красивая. И вот так вот среди гор я нахожусь. Сегодня, кстати, первый день, когда я на море. Получается, у нас второй полный день. Вчера вечером мы приехали. И я еще особо загореть не успела, но так немножко загарчик уже схватился. Сори за ветер. Ну, вы понимаете. Завтра будет плохая погода у нас. Чуть своро. Ко мне пристал шмель. С ляпочкой улыбка. У меня такое летнее легкое платье. Купила в Эйчинденце 600 гривен. Капочки, зара, она распродажа взяла. Покажу вам немного территорию отеля. У нас везде растут пальмы. Очень зеленая территория. Вообще, Черногория очень зеленая. Вот пляж на первой линии у нас. Много цветов. Смотрите, какой пул у нас тут. Я хочу фотку здесь сделать. Как это называется? У меня упало. Конечно, это называется дикпик, но это не дикпик. Это называется... Дикпик. Нет. Симпл димпл и... Папы. Симпл димпл. Дикпик. Очень похоже. Правда, друзья? Короче, мы арендовали машину. Закрытно, чтобы вам не было, чтобы вас не продуло, друзья. Когда еще в Киеве были, я очень хотела кабриолет, чтобы открыть крышу. Но в нашем городе говорят, что нет кабриолетов. Нужно ехать в соседний город, там его заказывать. Поэтому мы взяли прямо от гостиницы такую небольшую Тойотку. И сейчас едем в город, который называется Котор. Главный центр Бока-Которского залива. Тут очень красиво. Архитектура, природа. Все настолько красивое. Море чистейшее. Здесь нет медуз. Нет каких-то огромного количества рыб. Оно очень чистое. Оно с красивым таким бирюзовым оттенком. Это Адриатическое море. И оно считается вообще, насколько я знаю, самым чистым. Ребята, тем, у кого сюда без виз, вообще советую. Очень быстро прилетели. Два часа. И мы на месте. И в гостиницу ехали что-то там минут 20, наверное, с пробками. Вот проезжаем тут. Гостишки какие-то. Видите, здесь везде растут пальмы, кипарисы. Сегодня с утра я пришла на медитацию. Я взяла с собой коврик. По утрам занимаюсь йогой. Я поёжилась, помедитировала. Открываю глаза. За счёт того, что медитация очень хорошо очищает сознание. Это очищает мысли, поток мыслей, суету. Вообще мозговую активность очень хорошо снижает и позволяет расслабиться. Я открываю глаза после медитации. И вот, знаете, как с чистого листа ощущаю вот эти эмоции и чистоту сознания, понимания того, где ты находишься. То есть после моего перелёта, когда я очень сильно нервничала. Какое красивое место. Да? Тоже такое. После перелёта у меня там понервничала. Ещё уже какие-то факторы, они влияют на тебя. А тут ты вот заново как будто открываешь глаза и осознаёшь вообще, какая здесь красота. И было настолько красиво. Было супертихо. Ещё все спали. Я в 6 утра вышла. И я открыла глаза, и у меня я прям прослезилась от того, как красиво было, как тихо было. И, короче, здесь просто вот я смотрю на это всё. Мне кажется, даже есть какое-то понятие, термин этому состоянию, когда от красоты у тебя просто наворачиваются слёзы. Там некоторые люди даже оргазм могут словить от того, насколько красиво вокруг. Вот. А у меня прям глаза мокрые были от того понимания. Вообще, какая природа невероятная здесь. И да, я прям настоятельно рекомендую именно в Черногории взять машину и отправиться на такой роад-трип и посмотреть все эти красоты. Мы сейчас приехали в террасу, хотим сесть на лодку и поехать на этот красивый остров. Там просто вообще нереально. Стоит около 200 евро, насколько я знаю. Вы слышите, как поют цукады здесь? Сам остров находится в 100 метрах от города Пераст, он насыпной, его создали люди. История острова заключается в том, что два моряка нашли здесь икону Богородицы, которая спасла одного моряка от болезни. И эта икона находится до сих пор в храме. Я бросила монетку, чтобы обязательно ещё вернуться в Черногорию в целом в это место, потому что мы просто завораживали своей красотой, цветом воды. Посмотрите, какая вода красивая. Мы ещё немножко погуляли по острову. В целом на это ухудили где-то полчаса. Остров очень маленький, но виды там красивые. Сели на лодку и вернулись к своей машинке и поехали дальше в город Котор. Сбегая наперёд, хочу вам сказать, что я сторонник всё-таки пляжного отдыха. Лежать на лежаке, загорать, купаться и всё. Но в Черногории я себе не могла такого позволить, потому что, во-первых, страна очень маленькая, её удобно объездить вдоль и поперёк, а во-вторых, смотреть действительно есть на что. Я нашла на... Как это? А, я нашла на Фордсквере ресторанчик с хорошими отзывами. И мы идём туда. Один ездит где-то прямо на берегу. Он называется Канова, называется. А один в скале. Мы идём тот, который в скале, потому что на берегу далеко. Как только мы сели в ресторанчике, начался просто ливень, гроза, был такой небольшой даже шторм. Все спрятались быстро под карнизы кафешек. И было, на самом деле, очень так романтично, уютно. Играла музыка, шёл ливень. И атмосфера была действительно очень классная. Что касается еды, здесь порции просто огромные. Это их национальное блюдо. Чевапчичи, такое мясо, котлетки. И я себе заказала осьминога. Я очень люблю осьминога всегда, когда на море заказываю это блюдо. Да, порции здесь большие, поэтому мы наслаждались своим ужином. Я поделилась с кошечкой, как всегда. Сейчас буду пробовать своего октопуса. Смотрите на реакцию. Божественно. Кот просто огромный. Я ему подкармливаю вот этим мясочком. Он такой большой. Вы не понимаете. Он просто как мейн-кун. После плотного ужина мы пошли выхаживать по старому городу свои калории. А после этого поехали на устричную ферму, потому что нам посоветовали заехать по дороге. В Черногории много устричных ферм. Эта устричная ферма, наверное, самая популярная. Называется она Милош. И там сразу такой, как небольшой ресторанчик. Но сразу предупреждаю, что условий особо там никаких нет. Это, собственно, сама ферма. На таких плавучих панелях выращивают в сетках устриц. И в среднем одна устрица стоит где-то евро 50 или 2, в зависимости от размера. Ребят, напишите в комментариях, вы любите устрицы, потому что я их просто обожаю и ем их просто с лимонным соком. Для меня это самое вкусное, без всяких соусов. Это все выращивают устрицы. У них, кстати, такая форма необычная, круглая. Обычная устрица, она такая какая-то продлинноватая. А здесь местная, кругленькая такая. Сейчас нам накроют на столик. Мы сядем, я вам покажу, продегустируем. Видите, какая форма здесь необычная? Они такие круглые. Пробуем. Видите, мы сели здесь как на парапетике. Смотрите, как проверить устрицу. Вот так вот касаешься, и она сейчас будет, этот край будет сокращаться. Смотрите. Видите? Она так, типа, как сжимается. Мне почему-то принесли один лимон. Я люблю прям много лимона выливать. Устрица большая. Сладкая больше. Я люблю больше соленая. Ну, типа, not bad. Это за счет того, что сейчас достали. Вот тебе принесли. Вкусно. Но я больше люблю такие соленые улочки. Поэтому вкусно ароматные. После того, как мы вернулись обратно в отель, нас пригласили друзья на ужин. Такой небольшой гастро-влог получается. Смотрите, какие узкие улочки. Обязательно берите маленькую машинку. Мой вам совет. Это, кстати, город Герцог-Нови. Мы приехали туда на ужин. Забронировали заранее столик в ресторане, который тоже называется Каноба. Он переводится как таверна. Я заказала себе такие большие креветки. Кстати, большие креветки не такие вкусные, как маленькие. Пили их местное вино, наслаждались своей жизнью и просто балдели. На следующий день мы сняли катер. И просто хочу оставить эти кадры для того, чтобы почувствовать эту атмосферу. И немножко зарядиться, отдохнуть вместе со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сели в таком кафе прямо возле нашей гостиницы. Вот так, прямо на берегу моря. Оно очень такое скромное. Давайте покажу вам меню. Сколько стоит в среднем? 2-3 евро салат стоит. Пицца 5-6 евро. Рыбные блюда, там, октопусы, кальмары, стоят около 15 евро в среднем. Где-то 15-20 в зависимости от заведения. И вот так внутри выглядят все эти местные кафешки. Они плюс-минус реально одинаковые все. Короче, мы заказали такой шопский салат. У них он где-то рыбный супчик, жареную курицу и жареный сыр. Вот у них такая еда вся, как вот в Болгарии, кстати, похожая по мне, когда в Болгарию ездила. У них тоже такое все жареное, много картошки с рим. Ну что, ребят, мы приехали в Будву и сегодня хотим провести целый день здесь. Пока, по впечатлениям, мне очень сильно почему-то напомнило частично Болгарию, в которую я ездила в детстве. Очень много пробок, очень много отелей, поэтому это такой больше активный, такой движевой, что ли, город, нежели там, где мы живем. Поэтому, да, я знаю, что не все любят Будву. Продолжение следует... Мы сейчас по дороге домой заехали в такое место, которое называется Порто Монтенегро. Это порт с очень красивыми такими улочками европейскими, с дорогими ботиками. Короче, очень красиво. Кошлый Просто я ... Яхты. Просто пройтись, прогуляться, смотреть на эти яхты, вдохновиться. Здесь все самые лухари такие бутики. Balmain, Balenciaga, GoFight, Palm Angels, Gucci. Короче, тут все есть в Черногории. Очень много разных бутиков. Ну вот, например, Dior, он типа как полноценный независимый бутик. А те, они типа как вместе соединены все бренды, как типа мультибрендовый такой store. Вот. Кстати, Zara, например, я здесь не видела. Ну, не в плане в этом порту, а вообще не видела ее. Я думаю, комментарии излишни. Отдых был просто шикарный. Спасибо, что вы посмотрели это видео, что были со мной. Подписывайтесь. Всех целую. Всем пока.